Вы видели, как в Call of Duty, в одном из последних, была сцена, где надо было мирных жителей убивать, и как это убого было сделано. Особенно, если ты пытался убивать детей. Вот так вот. Я, правда, не спорю, что, например, вот та знаменитая миссия, ни слова по-русски, она была действительно хорошо сделана. Но последние там, ну, все последние Call of Duty, чисто с точки зрения сюжета, говна говной. Ну, слушай, это авторское видение, Full Beaver. Проблема просто в том, что в наше время игр с авторским видением, ну, просто пересчитать по пальцам одной руки. Вот в чём проблема. Поэтому я и ценю игры, Кодзима, потому что в наше время игр, игр с видением художника крайне мало. Давайте лучше запилим очередную фифу, в которой ты крутишь ручку слот машины. Или давайте сделаем ремастер игры какого-то бородатого года и вот это вот всё. Ну и так далее и тому подобное. Может быть, у Кодзимы не всё хорошо получается, это чистая правда. Но Кодзима, по крайней мере, оригинален. И у него есть стиль. Да, стиль может не нравиться, но я как, например... Понимаете, я вот человек, который просмотрелся, я перестал читать аниме где-то после двухста тайтлов. Это было давно, очень давно, лет восемь назад, наверное. И я теперь, когда, например, читаю мангу или смотрю аниме, я знаю, что для меня там не будет никакого откровения. Я не увижу в аниме или манге чего-то вот прямо невероятного. Я их смотрю ровно для того, чтобы увидеть какой-то один или два оригинальных момента, которые подарят мне эмоции и удовольствие. Понимаете, в чём дело? То есть, мне приятно увидеть создание нового клише, когда оно ещё не клише. Или увидеть деконструкцию тех клише, что есть. Или ещё реже бывают оригинальные идеи. Но это совсем редкость. Дунис, я обожаю Железное. Не знаю, вот я тебя... Я тебя ещё меньше стал понимать. Роджер Железный очень... У него есть душные книги, я не спорю. Типа... Князь Света я раза с третьего только прочитал, потому что... Несмотря на всю оригинальность идеи, более душные книги не придумать. Ну вот, кстати, в Ред Алерте была крутая клюква. Не знаю, как это описать, но клюква Ред Алерта мне доставляла удовольствия. Да и, в общем-то говоря, там много ещё было прикольного. Вот раньше как-то лучше получалось списать антагонистов, злодеев и вот это вот всё. То есть, например, вот... Вспоминаешь Кейна? Ну это глыба просто. Вот вставки с ним были настолько хороши, что прям ты такой... Вау! Я бы ему дал. Может не так, конечно, плюс-минус. Вот. А сейчас с этим как-то потяжелее. Дио собирается фалить брейктакл и так далее. Дио злой. Ну, у Дио есть стратегия, он её фалит. И даже взятка есть. Ну, слушайте, эти отснятые сцены, они, я имею в виду, правильно подогнены под формат игры. И хорошо сняты... Это хороший кринж. Это так плохо, что уже хорошо. Это сделано со вкусом. Это, как я помню, Гитман в своё время на стриме проходил такую игру. Или не Гитман. Или Торнис, я не помню. Фантасмагория. Кто-нибудь из вас знает эту игру? Вот тоже. Кринжатина-кринжатиной. Но при этом есть в игре что-то такое, что цепляет. Что тебе хочется эту кринжатину до конца. Ну, говорю, проблема просто в том, что сейчас найти оригинальное произведение очень тяжело. В этом плане, как раз, кстати, мне нравится Хейтс, потому что... Я в детстве любил читать мифы Древней Греции. Вот это вот всё. Вот. Казалось бы, такая тема, которую можно разворачивать сколько угодно. А при том, игр-то по ней сейчас, ну... Ну, кроме God of War, который уже перешёл в Скандинавию, в общем-то и нет. Ну, вот эти все имена... Ну, ладно. Тот перевод, что я читал, был очень тяжёлым для восприятия ксиваков, честно. Мне было тяжело разобраться сходу. Я тем более был далёк от... От индийского... Индийского пантеона и вот этого вот всего. Какие же крысы быстрые. Да, ну когда Титан Квест вышел-то, родной? Когда вышел Титан Квест? Вот ты вспомнил, конечно. Господи, я сейчас посмотрю просто. Блин, ну это же было 300 миллиардов лет назад. Титан Квест. Господи, вспомнил! 2015 лет назад почти! Чего? Вот есть Хейт и Титан Квест. Одна игра вышла, правда, 15 лет назад, а... А так тема очень добротная. Вот так вот. Я к тому, что, опять же, сейчас все только на Скандинавию надрачивают, видимо пошла на неё мода. Мне-то Титан Квест понравился в своё время. Ну вот. Я к тому, что... Это как в той старой шутке у Гуфовского на тему того, что... А давайте сделаем новый World of Warcraft! Странно, что по Египту тоже нет никаких таких вещей. Я обожаю Хроники Амбера. Из фэнтезийных вселенных это практически одна из моих любимых. Я тащусь от Хроников Амбера. Вообще. Ух. Смышно, Ситар? Смышно? А Дюна... Дюна... Что-то я её дропнул. Я врать не буду. Я смотрел только... Вот. Старьё и всё. Сейчас, правда, новую Дюну делают. Я Дюну только смотрел. Прочитать мне что-то сразу не зашло. Я очень быстро дропнул. Но я тогда мелким пиздюком был. А потом как-то руки не доходили. Не знаю. Давно было. У Хроники Амбера более душная часть про Мерлина. Которая вторая, как бы. Потому что автор немножко умер. И дописать её было тяжеловато. Дюна отличная серия. Ну, я допускаю просто. Я говорю, меня что-то сразу на старте накрыло. И я... Довольно быстро мне надоело. Жадные. Жадные, мерзкие ящерицы. Это неуважение к Диамеду. Ну, ладно, ладно. Пока ещё терпимый Сталин. Ну чё, круг дружбы будет? Нет, не будет. Три-плюс работает. Ну, иногда. Очень приятная шестёрка. Ещё и попалить можно. Я бы даже сказал нужно. Я бы даже сказал, нужно. Да, нам... А мне кажется, что в целом и Властелин колец, и Сильмарион написаны примерно одинаково отстойно. Ну, Сильмарион более отстойно. Единственная книга, которую оттуда было читать и сей этой канители читать нормально, я имею в виду легко, это Хоббит. Оно написано действительно весьма так себе языком. Имх, конечно. Надеюсь, что фанаты Властелина колец меня не убьют. Вот так вот. Но книги, на мой взгляд, ну... Там хороша вселенная, а не книги. Вот что я думаю. Вселенная, её история, вот это вот всё, это круто. Я нудные книги не сказать, что прям сильно люблю. Это чё за неуважение-то, лол? Ты вообще-то кубы-то в мяч, ты два куба в мяч дал. и оба ты чё сушки по вот-вот серьезно ящеры прям это тут надо шестерку наказывать зажат до оба это заслужил определенно еще и из катор диамеду выпал довольно лакерный ой-ой-ой очень хорошо что крысу подобрал да это правильно этого парня надо валить чтобы он не добрался до меча пошло перекрытие рерол дио вроде успевает на гол хотя и не без труда ну просто вот когда вы говорите там о нудятине еще о чем-то вот я не знаю я понимаю сказали бы вот я читал основание и основание у азимова это сраная нудятина я бы сказал бы да так и есть а например там те же хроники амбера прочитались на одном дыхании вот основание я мучил ну тоже далеко не сразу основание читается не знаю вот пытался азимов сделать свое опус магнус на мой взгляд получилось не очень очень увлекательно но не знаю ситар написано но им идейно она прикольная посыл прикольный но на этом пожалуй как бы все ну про роботов было поинтереснее на мой взгляд а конкретно основание она душненько сильно душно конечно спасибо ему то вот про про правила роботов там про про двухсотлетнего как называется то человека и так далее и тому подобное но в общем хз у меня у меня скажем так специфические эти ощущения я бы не может пара в том что я основание попытался скушать за раз я его скушал ну диу ну диу было не трудно отбиться клуба на мой взгляд очень нагло сталин очень-очень нагло то есть с таким сталинга можно было бы отлететь молочим он в общем и отлетел ну не знаю сталин был неправильный другой вопрос что крысы диу опять не пробиваются что от мраките мне еще просто кажется для таких книг как вот там основание и так далее нужно какое-то определенное настроение я всегда предпочитал такую более простую приключенческую фантастику типа какой-нибудь стальной крысы вот что-нибудь такое вот вот когда ты читаешь приключенческую фантастику а потом ее периодически разбавляешь чем-то очень глубоким вот так прикольно а то читать все время что-то одно как-то тяжеловато третики султан ну чё ты как останешься в среднем нет ну я-то я не спорю что у меня весьма специфические вкусы еще просто мне кажется очень многие книги зависит от того когда ты их читаешь типа например вот мой самый любимый пример на тему того когда читать определенные книги вот например если ты прочитаешь в 30 лет атлант расправил плечи это не вызовет у тебя сильной реакции скорее всего а если ты прочитал атлант расправил плечи в 15 то конечно да тут прям сразу начнется ой коба как же ты отвратительно сталил дать бы тебе по жопе за это очень плохой сталин а еще почему завры ломаются а крысы не ломаются как так то коба даже не блицуют с мб докатились еще парочку таких матчей и это у тебя медаль лучшего завра заберут ну я говорю мне например у меня родители в этом плане ну как родители мама была разумнее я имею ввиду что у меня мама сразу просекла что для того чтобы ребенок захотел читать ему не надо давать читать какую духоту которую у нас в школе предлагают серьезно потому что всей школьной программы недушных произведений полторы штуки это чистая правда а надо давать читать вот фантастику фэнтези вот чё то подобное ну это на самом деле нифига не шанс для коба ему сно будет тяжело поджать мяч хотя дабла была приятно я стараюсь все таки дать я я стараюсь книгам давать шансы я иногда понимаю что если чё то сразу не зашло но может потом раскроется были такие случаи мне почему-то на эту тему вспоминается серия про сейчас скажу это из относительно свежего для себя да сейчас блин не могу найти у меня плохая память на название а во 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 да про этого досье дрездена джима батчера правда мне кажется немножко не понравилось что автор тоже начал превращать это в некую санта-барбару но у него по крайней мере это получается более-менее ничего там такая прикольная вселенная ой не знаю вот я я тоже я долго ну как сказать я не с первого раза смог осилить того же так говорит заратустра ну даже когда я осилил не могу сказать что меня впечатлило то есть у меня осталось такое впечатление как бы ну сомнительное я бы сказал ты сегодня играешь? нет я сыграл в четверг по-моему ну я говорю на мой взгляд заратустра ну типа как сказать то я конечно не буду говорить что у меня сложилось ощущение что книгу написал школьник это не правда но местами что-то чувствовалось такое специфичное на меня Ницше не произвел вот какого-то такого впечатления Типа, вааа Я обычно, когда читаю что-то популярное Я плюс-минус понимаю Почему оно популярное Вот так вот Нет, я не читал Черный отряд Но посмотрю на досуде Вот, а насчет школьной программы У меня, наверное, за всю школьную программу Было всего две книги Вот, скажем так Вот если смотреть до восьмого класса Было всего две книги, которые Произвели впечатление Это Два капитана И повесть о настоящем человеке Все А вот когда ты начинаешь изучать именно классическую литературу Типа, там, Достоевского Это обычно идет ближе к старшим классам И так далее Там уже побольше интересного Ну, я больше люблю Прям не супер темные фэнтези Я люблю что-то такое Более Как сказать, правильнее Юмористически легкое Хотя в целом я к темному фэнтези нормально отношусь Но фэнтези я люблю Много и разного Меня аж в книгу мы приучили в детстве Через фэнтези и фантастику Надо было фалить Гаттера Это правда It's true Гаттера Вот у нас будет смешной плей-офф С про-эльфами и с крысами Такими темпами Так Ну там непонятно какой скатер был, султан Если ты об этом И с хаосом? Но я пока не уверен Неужели ты так сильно веришь в арткости? Нам такого не задавали Грайндкор У нас было намного более прилично Я же все-таки в лицее учился С математическим уклоном Сейчас, к слову, в манге очень много разнообразного темного фэнтези Темная башня считается темным фэнтези? Серьезно? Вот, кстати, тоже Я помню, что Тоже считается же, что Темная башня Это Магнус опус Стивена Кинга А на мой взгляд Ну не то, чтобы Самое слабое произведение Кинга Ну, грубо говоря Первые там Две, по-моему, или три книги Ок А дальше Такая душнина Я ее прочитал Просто, чтобы закрыть гештальт Вот так вот Там, по-моему, после поездки на поезде Вообще ничего интересного не было Ну, кроме Последних там Тридцати Да, убийцы гоблинов шляпы Никому не рекомендую Вот, кстати Насчет этого Лавкрафта Тоже очень специфично Я имею ввиду, что Как это сказать Вселенная лучше, чем Произведение, на мой взгляд Тебе, ты имеешь что, мангу Или аниме? Так-то про Про самураев в историческом сеттинге Сразу Кричу Вагобонд Лучше ты ничего не найдешь Проблема в том Что Вагобонд Никогда не будет закончен Скорее всего Но Вагобонд Это просто лучшее Что ты когда-либо Прочитаешь Ничего лучше Вагобонда не будет Конкретно в этом жанре Это Это непреодолимая высота Вот так назовем это Вагобонд Вагобонд Шикарен Ненавижу автора За то, что он его дропнул Проблема в том, что Автор известен тем, что он дропает Топовые произведения Но это уже другой вопрос Там просто Вагобонд Это рассказ про то Как Миямото Мусаси Стал Миямото Мусаси Если коротко Это вообще Офигенски И про вот эту Заменитую Битву Один против Сотни И как он там Поднимался С самых низов Оттачивал Своё искусство Клинка И вот это Вот всё Остальное Круто прям Очень здорово Спасибо Спасибо